Накануне высокопоставленные российские чиновники продолжили развивать тему возможного участия Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе напрямую на стороне ДНР и ЛНР. Если до этого глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об отсутствии у Кремля таких планов, то теперь по этому поводу высказался заместитель главы администрации президента Дмитрий Казак по совместительству являющийся куратором данного направления. Из его слов следует, что Россия, видимо, будет вынуждена встать на защиту двух непризнанных республик. Скажем прямо, заявления Дмитрия Казака оставили после себя крайне двойственное впечатление, будучи одновременно грозными, но не конкретными, и при этом внутренне противоречивыми. Давайте пройдемся по ним чуть подробнее. С одной стороны, весь российский диванный спецназ услышал то, что давно хотел услышать. Куратор Донбасского направления от Кремля прямо пригрозил Киеву концом. Я считаю и поддерживаю оценки, а такие оценки есть уже и внутри Украины, что начало боевых действий, это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок. Если сложить эту угрозу, высказанную на очень высоком властном уровне, с теми перемещениями российских войск и бронетехники к украинской границе, то получится весьма весомо и многозначительно. По сути дела, в Кремле впервые признали прямую взаимосвязь между передислокацией ВСРФ и откровенной подготовкой ВСУ к широкомасштабному наступлению против непризнанных республик. Причем контрнаступление российских войск теоретически может пойти не только на Донбассе, но и в других украинских регионах. Так, в частности, начата переброска десантных катеров и судов Каспийской флотилии на Азовское море, что может означать возможность морского десанта на побережье Незалежной. С другой стороны, обращает на себя внимание, насколько уважаемый Дмитрий Казак был двусмыслен и неконкретен в формулировках. Давайте пройдемся по тексту. Во-первых, не совсем понятно, когда конкретно российские войска должны будут вмешаться в конфликт в случае начала наступления украинской армии. Где та красная линия? Куратор Донбасса заявил дословно следующее. Если там будет, как говорит наш президент, устроена сребреница, видимо, будем вынуждены встать на защиту. Видимо. Как-то очень неопределенно и неуверенно это звучит. По-любому было бы всяко лучше. Идем дальше. Что значит, если будет устроена сребреница? Напомним, что сребреница – это небольшой городок в республике сербской. В 1995 году она стала печально знаменитым символом гражданской войны, прошедшей на обломках распавшейся Югославии. Армия боснийских сербов под командованием Радка Младича взяла сребреницкий анклав, а затем последовала массовая резня, в результате которой было убито от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман. В 2017 году генерал Младич был приговорен к пожизненному заключению за резню. Немного напрягает то, что заместитель главы администрации президента РФ проводит параллели именно с этим событием. Для того, чтобы новая сребреница была устроена на Донбассе, ВСУ сперва должны ДНР и ЛНР взять. Неужели в Кремле будут смотреть и ждать, пока это произойдет, прежде чем принять решение, вести войска или нет? Или Дмитрий Казак просто неудачно сформулировал свою мысль? Хочется надеяться, что последнее. Во-вторых, совсем непонятно, что конкретно имел в виду куратор Донбасса, говоря про начало конца Украины, если увязать это с остальными тезисами его выступления. Дмитрий Казак прямым текстом сообщил, что Кремль не намерен не резать суверенитет Украины, не занимать другие ее территории. Возникает закономерный встречный вопрос, а в чем тогда будет состоять начало конца? Концом украинской государственности был бы разгром ВСУ силами российской армии и последующий поход на Киев, где министр обороны РФ Сергей Шойгу принял бы от Владимира Зеленского акт о безоговорочной капитуляции. Началом конца Украины стало бы отрезание у нее всей Новороссии, регионов, которые до факта кормят всю оставшуюся страну. Займи Кремль эти территории и отсеки Киев от природных ресурсов Юго-Востока, его промышленных предприятий и доступа к морским портам, конец украинской государственности был бы неизбежным чисто по экономическим причинам. Однако уважаемый Дмитрий Казак заранее отказывает России в этой возможности. Так в чем же тогда будет заключаться начало конца? Украина усовестится содеянного, и потом когда-нибудь сама развалится. Категорически непонятно. Зато совершенно очевидно, что в Кремле делают ставку на закаленное в боях ополчение Донбасса, которому и придется отбиваться от атак украинской армии, о чем прямым текстом заявил замглавы президентской администрации. Российские войска будут стоять возле границы до последнего как резерв и вступят в дело только в случае угрозы разгрома ДНР и ЛНР. Произойдет ли контрнаступление, в ходе которого будет полностью отбиты Луганская и Донецкая области, а также Портовый Мариуполь, что само по себе ознаменует тот самый конец Украины, покажет время. И довольно скоро.